Всем большой привет! Вы на канале Анастасия Флешка. И сегодня будет видео, посвященное пустым баночкам. Многие писали, Настя, давай снимай расхламление, покажи, чем ты пользуешься, что тебе нравится, не нравится. Но у меня тут целый пакет накопился, в основном уходовая вся косметика, потому как декоративный я сейчас вообще редко пользуюсь. Сегодня праздник, и я сегодня вот так накрасилась, но сегодня сейчас уже поздненько. Я решила, что я сниму это видео сейчас быстренько. И уже, конечно, макияж у меня сейчас не первой свежести, но все-таки держится. Продержался весь день. Я решила, вот сейчас время уже 10 часов, и я думаю, так, надо снять видос. Вот, и покажу вам как раз-таки пустые баночки. Почему еще я сейчас пользуюсь редко декоративной косметикой? Потому что у меня прям аллергия. Тушью редко крашусь, потому как у меня боят глазки, да. Такие красивые розочки, и так вкусно пахнут. Так, значит, у меня здесь в основном фаберлик, как вы знаете. Несколько месяцев я это копила, и все. Сейчас я вам по-быстренькому расскажу и покажу. Кажется, всю косметику для дома я уже в фаберлике перепробовала. Мне это все очень нравится. И так, значит, универсальное это концентрированное средство для полов и стен. Ультракондиционер для белья с аромокапсулами. Кстати, вот это мне тоже очень нравится. Раньше я кондиционерами для белья не пользовалась как-то, ну не знаю. Вот. А сейчас мне очень нравится, кстати, как смягчается белье с помощью них. Потом приятный, очень ароматный, то есть классный. Вот. Потом, значит, это средство для мытья посуды. Мне тоже, в принципе, все нравятся. И то, что они гипоаллергенные как бы. Ну, то есть они подходят для мытья детской посуды. И, в принципе, хорошо все отмывают. Вот. Что еще сказать. Вот это тоже концентрированное средство для кухонных поверхностей. В основном я использую для удаления грязи со столешни, со столов. Холодильник этим средством также. Мыло СВЧ. Для ванной комнаты. Я уже говорила, что это жидкое средство. У меня оно очень быстро улетает. Вот. А так хорошо удаляет грязь, мыльные разводы. И также мне очень нравится очищающий гель для туалета с лимоном. А еще я просто не сохранила упаковку. Но знаете, что Фаберлики отличнейший порошок, который отстирывает абсолютно все. Я отстирывала им и вино. Меня облили, когда в кафешке. Я все отстирала благодаря ему. Также и йод, и зеленку даже отстирывает. Ну, вообще. Порошок очень классный. И жир, и все-все-все. Сейчас беру вот это все и сразу складываю в пакет. Я обожаю вот такие жидкие мыла для рук от Фаберлик или мыла. Поправьте, как правильно, кстати. Действительно, надо будет загуглить. Во-первых, аромат волшебный мне очень нравится. И еще, что самое главное, это мыло никогда у меня не сушит кожу. Защищает, наоборот, от сухости и стянутости. И бережно очищает руки. Поэтому я эти мылицы очень люблю. Это Олесина шампунь-бальзам для волос. Кошка Малина. Также мне нравится пена для ванн. Кошка Манго, по-моему, там у нас сейчас шампунь-гей для душа. Так. Затем маски, шампуни, кондиционер для волос, бальзамы. Вот эта серия мне, в принципе, понравилась. Я летом ей пользовалась. Это защита от солнца была вот такая серия. Так. Потом вот этой серией я часто пользуюсь. Вообще у меня у меня и пушистые, и пористые волосы. И я люблю шампуни для идеальной гладкости использовать. Такого плана. Которые и очищают, и разглаживают волосы. Вот. Я довольна. Вот такие маски я тоже для волос люблю использовать. Питающий уход. Потом у меня еще вот такие вот шампуни были. Я обожаю вот этот Лореаль. Роско шестимасел. Легкий питательный шампунь. Еще был у меня вот такой шампунь. Он черного цвета. Для глубокого очищения волос и кожи головы. Но им пользоваться каждый раз нельзя. Я им пользовалась раз в неделю. Потому что после этого шампуня волосы очень сильно скрепили, хрустили. Прям очень эффективно, конечно. Этот шампунь очищает волосы. Но каждый раз им пользоваться не нужно. А еще мне очень понравился вот такой очищающий скраб для тела. Я люблю такими пользоваться. Этот с абрикосовыми косточками. Эффективно отшелушивает и помогает сделать кожу гладкой и мягкой. Питает и улучшает ее состояние. Вот такой вот скраб для тела очищающий. Просто обалденный и аромат. Великолепный. Еще у меня даже две баночки вот такого крем-суфле для тела. Увлажняющий с кокосовым молочком и молочными протеинами. Я после душа, так как у меня сухая кожа, всегда, когда чувствую, что мне не хватает увлажнения, я обязательно ношу вот такой крем-суфле. Вот, массажными движениями. И как бы делаю массаж заодно. Кожа становится со временем нежной и бархатистой. Это действительно так. И кокосовое молочко и молочные протеины обладают увлажняющими и смягчающими свойствами. И дарят коже красоту, мягкость и нежность. И вот еще жидкое витаминное мыло. Очень такое вкусненькое. Смородина и ежевика. Этот гель для душа с афродизиаками. А это крем-гель органный лотос. Вот из той серии, что и скраб. Я обожаю эту серию. Аромат волшебный. Крем-гель для душа тоже очень нежный. И деликатно очищает. А вот это крем-пен для ванны. Питательная. Еще был у меня вот такой гель для душа от Афраше. Кстати, да они все хорошие. Я всем довольна. Так, потом, что же тут у меня. Вот этот крем. Я его уже очень давно использовала. Крем питательный для лица. И вид либродерм. Как-то у меня были прям проблемы с сухостью кожи. И тогда вот я решила попробовать такой крем. В принципе, это хорошо увлажняет, питает кожу. Вот что могу сказать. Ну и что еще? Вот такая вот мицеллярка у меня закончилась от Невеи. В принципе, хорошая была. Она давненько у меня лежит. Потому как я давно не снимала пустые баночки. И последнее, что я покажу на сегодня. Тут прям по капельке осталось. Я этим сейчас еще пользуюсь. Итак, это от Фаберлик. Крем для лица Гардерика. Вообще супер. На зиму. Ну, да я и летом пользовалась этим кремом. Ну, короче, классный кремик. И еще мне нравится антиперспирант Рексона. Мне кажется, это самые лучшие дезики. У меня вот такой вот сухость пудры. 48 часов защиты, как типа написано. Но мне нравится, как и от пота защищает. И очень приятный аромат вот именно у этой Рексоны. В принципе, и все. Я вроде бы все показала. Это называется сортировка мусора. А еще меня восхищают ухоженные мужчины. Их единицы, но они есть. И нам еще говорили раньше. Вот там, знаете, такие убеждения, стереотипы, что вот девушка должна следить за собой, там краситься, выглядеть на 100 баллов. Вот. А про мужчин почему-то обычно такого не говорят. Вот меня это тоже всегда возмущало. Почему, типа, девушки должны за собой следить, а что, мужики не должны следить, что ли? И девушки тоже любят ухоженных мужиков. А на этом все. Всех благодарю за внимание. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно в комментариях делитесь своими секретами красоты, вашими любимыми средствами. Будет интересно почитать. Ну и все. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...